Здравствуйте, друзья! Продолжаем серию обзоров Старые мехи снова в строю. Этот интересно занимательный бой занес меня на вьетнамскую заброшенную базу, на Валей. И здесь мы встретили вместе с рандомом взвод. То есть мы сейчас играем против взвода. Попробуем выстоять на стареньких мехах, хотя это может оказаться достаточно непросто. Попробую сейчас на старичке пройти с левого фланга. Причем я хочу подойти к респу противника. Вижу, что там уже есть и фура у них на трайдентах работает. Наверняка и спектры повылазили на Тулумбасах. Вот ими я и хочу заняться. Если в самом начале боя противник активно начал, занял маяк и сейчас будет защищать маяк. И никем иным, как спектрами на Тулумбасах, на роботах поддержки. Вот если в начале выбить этих роботов поддержки, очень можно даже в свою сторону весы боя сразу перетянуть. Итак, одного спектра на Тулах выбили и остался еще один. Сработал у меня ластент и мне должно сейчас хватить сил, чтобы сжечь и второго робота поддержки. Красные команды мне это удается. Попробуем еще по импу поработать, но в принципе Лео все уже спекся. Не знаю все это время, что делала моя команда. У них шикарный сейчас шанс был взять центр. Почти весь противник на респе красный. И моя команда шанс упускает этот, конечно. Пророковали, в общем. Попробуем сейчас зайти все-таки и самостоятельно взять центр. Потому что иначе полностью упускаем инициативу по времени. Мехи у противника хорошие. Посмотрим дальше сейчас, как будет развиваться этот бой. Я зашел на Карнаже, друзья, на Глориях. Что можно сказать о Карнаже? Он абсолютно не тащит в Лиге Чемпионов, так как мало ХП. Вот видите, сейчас у меня на бустерах 133 тысячи ХП. Это мизер, это буквально 2-3 очереди таранов. И моментально сжигается с тех же Скоржей. Каким-то чудом сейчас получится сжечь этого Инквизитора. Один из зала Порков тоже, и, соответственно, робота нет. Очень слабенький Карнаж. В Лиге Чемпионов сейчас тащат роботы, у которых минимум нужно, чтобы было 200 тысяч ХП. Около 200. И, соответственно, модули и спецспособность. Тогда они отлично тащат в Чемпионки. Каким-то образом мы теряем наш респовый лево-фланговый маяк. Вообще не понимаю, как противник туда прошел. Команда моя ракует. В этих обстоятельствах против взвода придется очень трудно. Серьезно повреждаю спектр еще противника. У него модуль срабатывает бессмертием. И теряю своего Карнажа. Ну, более-менее как-то он отработал. Попробуем зайти сейчас. И снова попытаемся захватить центр. Тем более, что угроза потери четырех маяков это уже фаталити просто в бою. Добиваем Пурсуэра. И пытаюсь я захватить центр. Но абсолютно ничего не могу сделать. Заходит в центр Орес и прыгает в центр Спектр. Соответственно, теряя своего ховера. Абсолютно команда не поддержала огнем. Не пойму, чем занимаются. Но я буду стараться выбить сейчас как можно больше роботов противника. И надеюсь, что под конец боя моя команда воспрянет духом. И все-таки затащит бой. Потому что иначе, если мы сейчас не организуем серьезное давление по всем флангам, мы бой проиграем. Попробую слева пободаться с Фурой. Вышло на драгунах у противника Фура. То есть, серьезно укомплектован враг. Хорошее вооружение. Медик там бежит на помощь Фуре. Будет посложнее уже бодаться. Так, ну молодцы парни. На самом деле центр взяли. Теперь нужно подержать этот центр. Охладим вместе сейчас концентрированным огнем по медику. Стреляем по мэндору из красной команды. Так, выжил он. Сработал модуль у него. И успел активировать способность лечиться. То есть, уничтожить не удалось. Нужно немедленно оттягиваться назад. Иначе я потеряю своего ланса. Ну, кстати, лансы очень неплохо от обороны, друзья. Отыгрываю просто великолепно. Опять не удалось добить медика. Живучий, везучий. Так, захватили опять враги центр. Ситуация по времени просто катастрофическая. Идем на прорыв. Снова будем менять меха на маят. Копошимся, вроде помогает команда, помогает удерживать центр. Сейчас я ошибку, конечно, допускаю. Не нужно было туда идти, нужно было просто отойти назад. Отойти назад и подлечиться, и снова продолжать защищать маяк. Я ошибся, и меня сжигает тулумбасами МК-2. А спектр там засел. Снова угроза захвата нашего левофлангового маяка. А у меня последний мех. И, соответственно, я иду сразу на пресечение. Это тот медик недобитый сюда добежал. Представляете, друзья, вот это шкет вообще. Сжигаем этого, наконец-то, мендера. И снова возвращаем себе маяк. Три у нас маяка, и нужно сработать на удержание. По идее, красная команда понесла огромные потери и уже не может так долго держаться. Я надеюсь, что ребята в моей команде смогли сэкономить мехов. Я сейчас пойду в последнюю решительную схватку. И надеюсь, что ребята все-таки дозатащат бой. Подраним атакующую группу, заходит на центр. Вот как раз заставили потратить способность инквизитора. Так, спектр не купился, способность не потратил. Стреляем по второму. Так, пошла там ударная группа в центр. Пора выдвигаться и снова менять меха в отчаянной схватке за маяк. Яростно запрыгиваем. Весь огонь сосредотачиваем на Меркури. Удается его сжечь. Так, еще у нас здесь справа кто-то в меня стреляет. Это курсуер. Весь огонь на него. Там еще у нас, по-моему, Медик нарисовался. Уже устремляется наш Хеллбернер. Почему вначале он на Хеллбернере не нашел, непонятно. Добиваем Медика. И активно лечимся. Нужно срочно захватить центр. Три на три у нас на карте. Но думаю, что это последние мехи у всех уже. Там у нас два Спектра. И не вижу третьей машины. Так, это тоже снова Мендер. Серьезно все-таки укомплектован извод противника. Четыре Мендера уже я увидел в этом бою. Делаю отчаянную попытку. Еще подранил Спектра. И теряю последнего меха. Но Спектр дорого обходится. Его, мой союзник, уничтожает Стулумбасов. Тоже МК-2. Оснащены ребята с обеих сторон достаточно неплохо. Посмотрим, как это играет. Осталось всего лишь двое. В синей команде. Один в красной. Две минуты до конца боя. Я сделал все, что смог. Думаю, что набил я здесь приличный урон. И пострелял достаточно много врагов. Учитывайте, друзья, что это все было на старых мехах. Если бы я здесь вышел на аресах-инвайдерах, я бой бы этот закончил за 4 минуты. Так, отлично. Сейчас союзник проходит слева. Красавчик, прячась за препятствием. Захватывает лево-фланговый маяк. И сейчас за нами 4 маяка. Посмотрим сейчас, как ребята справятся. Походу остался последний враг. У него максимум может быть 2 меха. Если они сейчас грамотно отыграют, завалят его, то на этом бой уже закончится. Само по себе интересно, что в превосходстве удалось выстрелить на старых мехах, друзья, против взвода. И достаточно неплохо оснащенного. Тулумбасник наш отлично спектр отрабатывает. Прозевал Меркури появление на респе. Противника. Ну, я думаю, что сейчас наш союзник на спектре на Тулумбасах достаточно метко стреляет. И сейчас его срежет. 45 секунд. Решающее мгновение. Но 4 маяка за нами сами за себя говорят. На последнем мехе уже точно должен заходить красный. Заходит на Буларке. На Драгунах. То есть, такие серьезные ребята, укомплектованные. Так, остался последний у нас боец. Давай быстренько отыгрывай. Молодец, красавчик. Рассчитал проекторию и добивает этого Буларка. Бой за нами, друзья. Удалось на старых мехах с рандомом выстоять против взвода. У них у четверых больше миллиона. Урон только, смотрите. Миллион семьсот я набил и уничтожил 9 мехов противника. Считаю, отличный результат для старичков. Итак, следующий бой у нас тоже превосходство. В этот раз на большой карте. Попробуем отыграть. Дреднаут у нас. Карта, зима. Заходим налево в центр. Посмотрим, как будут из вас события. И посмотрим, с каким рандомом меня занесло. Противник тоже рандом. Вижу известного достаточно игрока. Су-директор старинного клана Су. Посмотрим в конце его ангар. Мне кажется, один американский или английский пилот. Довольно тоже знакомый, кажется, ник. ВР. Посмотрим тоже его ангар в конце. Мне кажется, они оснащены. Их нужно стараться, конечно, в первую очередь убивать. Заходит в центр ланс, стараясь снять щит. И еще там у них мендер находится. Я концентрирую огонь. Удается сжечь удача. Удается спалить мендера противника. И сейчас все свое внимание. Мы будем полностью долбать ланслоты, чтобы отжать обратно центральный маяк. Потому что 4 маяка захватил противник. Ситуация достаточно опасная по потере времени для нашей команды. Сносим ланса и захватываем центр. Все-таки кнопки перезарядки не хватает, да? Сбрасываю остатки боекомплекта аванжером. Готовлюсь отражать атаку противника на центр. Заставляем потратить способности отступить спектра противника. Отгоняем еще одного спектра на Кулумбаса. Так, инквизитор заходит. Недолго жить осталось лео, но... Держу, держу центр, пока враг на меня здесь сосредоточился. Ребята захватывают 4 маяк. Просто красавцы, молодцы. Удается убить Кумиха. И все на этом сейчас у меня лево, конечно, кончится. Сделал все, что мог. Центр подержал какое-то время. Минуту удержал. Попробуем зайти на ховере. Угроза левого фланга. Не знаю, справится. Майор Лазер с нами. Там, кстати, тоже известный игрок с хорошим достаточно ангаром. Попадался мне в боях. Хорошо бьется парень. Удается ему справиться. Захватывает маяк. Зря я сюда летел. Только время потратил. Но кто знал. Кто знал, вдруг бы он полег. Я бы его поддержал, тогда бы и маяк захватил. Тогда выдвигаемся в центр сейчас. Постреляем по инку. И сосредоточим свое внимание на спектре сейчас. Стараюсь подольше пролететь. Потому что арканами в полете тяжело стрелять по роботу, который летает по ховеру и по другим тоже. Вообще, на самом деле, когда робот в полете, из орков попасть с него достаточно сложно. Так, удается мне захватить маяк. Еще выиграть секунд 20-30. И теряя своего ховера. И удается еще повредить серьезно хаечи противника. Зайдем на Рейвене. И попробуем сейчас. Изучить обстановку с правого фланга. И по возможности захватить право-фланговый маяк. Теперь слева там чисто. Ребята там есть. И угрозы пока лево-фланговому нет маяку. Теряем снова центр. Я быстренько щеманулся к право-фланговому, пока противник занят. Я думаю, сейчас успею захватить. И снова подтянуть ситуацию по времени. Так, захватываю право-фланговый. И самое что интересное, друзья, моя команда теряет лево-фланговый маяк теперь. Ну что ж теперь поделаешь. Так, меня атакует спектр. Уходим с его вектора атаки. Попробуем сейчас уничтожить его. Неплохо по нему с крыши космического корабля отстреливаться. Кто-то прыгает. Это гриф. С нами невероятный какой-то подбор. Видимо, несколько бойцов забросило с нами из младших лиг. Судя по всему, вижу со стороны Томаса какой-то Коко. Тоже на грифе со стороны команды противника. Значит, с нами есть минимум двое из младших лиг. Мастер или Бриллиант, не знаю. Вот я думаю, сейчас вернуться назад. Или заняться грифом и захватить респовый маяк противника. Но я принимаю решение вернуться. Возможно, ошибочное. Потому что абсолютно не ожидал нарваться носу директора на аресе. Но удается нанести ему огромные повреждения. Возможно, станут для него они фатальными. Пытаюсь я отойти. Но он рванул вперед. Тоже от него я не ожидал. И меня, соответственно, добивают ломбасами в спину. Посмотрим сейчас, фатальные повреждения для су-директора оказались или нет. Справа он сейчас бегает. У него очень мало ХП. Я думаю, сейчас его добьют. Так, добивает су-директора. Отлично. Снова пробуем сейчас пройти, отжать центр. Я захожу на онселоте. Две короны аванжера. Интересная тоже сборка. Какая-то просто бешеная сейчас против меня Наташа была. Абсолютно не ожидал в стриггет в центре сейчас. Добиваем Хаечи, который здесь давно уже крутится и защищает центр. И захватываю четвертый маяк. Полностью выровнена ситуация по времени. Так, что сейчас можно сделать? Можно двинуть нарез противника. Стянуть немножко на себя огонь. Пока противник будет меня убивать, он будет терять время. А время тик-так, тик-так. За нами четыре маяка. Поэтому бой будет вытаскиваться по времени в нашу сторону. Еще повредим серьезно спектр противника. Теряю ланса и спокойно сейчас угроза захвата лево-фланговой. И, соответственно, тут же отправляемся на Рейвине туда. По времени ситуация стабильная. Уже полностью ведем в этом бою. Помогаю союзникам добить вражеского булга-осари. И заходим на прыжочек. И захватываем лево-фланговый маяк. Снова возвращаем инициативу себе. Снова забираем четыре маяка. Я думаю, считанные секунды, друзья, до конца боя. Тем более, даже полностью красная команда уже кончилась. Судиректор зашел на булорке. И еще один боец. Кинков Сербия. Король Сербии, видимо, какой-то. Тоже на булорке. Все, конец боя, друзья. Бой затащили. Рандом против рандома. А парочку сейчас сильных игроков я вам покажу ангар. Иногда забываю просто это сделать. Надо почаще вам показывать, чтобы вы не писали потом. Глупости, что против нас играли. Там восьмой уровень. Нет. Сейчас покажу зеленый ангар. Итак, вот как раз Вердет какой-то. Зная этого игрока. Англичанин попадается мне частенько против всех. Видим по прокачке. Да, смотрите. Полностью зеленый МК-2. Чтоб вы глупости не писали в конце. И давайте с удиректора посмотрим. Тоже зелененький ангар. Не до конца докачан, но почти. До новых встреч. Увидимся, друзья, в новых обзорах. Спасибо за лайки и комментарии.